друзья привет с вами компания руфер нахожусь на очередном нашем объекте выполняем работы по монтажу фасада уже фасад мы закончили и приступаем в настоящее время к установке отлив и хочу с вами поделиться одним нюансом отлив у нас сформирован вот в этой части понятно мы делаем отгиб здесь у нас потом закроется отделочным материалом и возникает вопрос по вот этому вот участку самый оптимальный вариант чтобы у нас вот это место закрыть перекрыть это выполнить вот такой вот отгиб на данном объекте рез мы выполнили вот по этой части соответственно сделали подворот и завернули уже непосредственно вот этот вот элемент вниз и вот здесь вот хапами его поджали таким вот образом он у нас зафиксировался каких-либо саморезов клепок в это место добавлять не нужно плюс дополнительно он еще оконным наличником вот в этом месте у нас немного подожмется а так все очень плотно все выполнено аккуратно и вот эта сторона у нас получается закрытый каких-либо зазоров нет он здесь вот хапами еще не поджали сейчас приподниму и покажу заготовку вот таким вот образом делается гиб по линии делается вот в этой части гиб и в нижней части кожи она у нас подгибается потом вставляем и уже нижней части он здесь вот мы ее поджимаем хапами процедура достаточно простая но в таком исполнении отлив смотрится на наш взгляд более эффектно сейчас покажу вам какие бывают наиболее распространенные варианты формирования вот это вот гиба я подготовил вот такой небольшой отлив у нас для того чтобы продемонстрировать еще один способ но с этой стороны делается традиционный отгиб закрывается он уже отделочным материалом и вот эта сторона у нас тоже получается закрытая отличие от первого способа рез выполняется по верхней части я сейчас раскрою выполняется вот такая вот заготовка и в этом месте делается гиб так вот он выглядит с обратной стороны еще покажу два способа вот такой вот способ делается гиб только что здесь не было видно реза делается вот такой вот хлястик и так вот он выглядит и еще один способ когда у нас гиб формируется доводится до конца отлива оконного вот так вот это выглядит у нас с этой стороны и здесь металл заворачивается в обратную сторону чтобы здесь у нас был везде крашеный металл и не было никаких резов тоже рабочий способ но более трудоемкий вот когда выполнял немножко поцарапал здесь металл лучше подкладывать ткань какие еще нюансы есть с которыми сталкиваемся у оконного профиля здесь в нижней части есть паз куда у нас должна заходить вот эта вот часть собственно в него и потом крепим с помощью самореза вот здесь вот показан пример выполнения у нас конвертный такой способ никаких резов нету просто закрутили в конверт здесь вот показан способ более простой когда выполняется рез и делается вот такой вот подгиб тот и тот способ абсолютно герметичен потому что у нас отлив устанавливается под уклоном и сюда затекать вода не будет она будет стекать у нас с этого места но чем мы столкнемся когда будем вставлять в оконный профиль в любом случае вот здесь вот нам нужно будет срезать металл иначе у нас профиль не зайдет поэтому скажу честно заморачиваться с конвертом смысла нет здесь вот в любом случае мы вынуждены будем сделать рез ставить отлив в оконный профиль вот такие вот нюансы такие вот существуют достаточно простые способы чтобы улучшить эстетику оконного отлива всем пока